Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди, добро пожаловать в новое видео! Сценарий для него я написал около 10 дней назад, но оттого он не утрачивает свои актуальности. Ведь речь пойдет о том, что центральные банки подготовили для нас в 2023 году. Тебе, как участнику рынка, это будет интересно. Сегодняшний выпуск можно рассматривать как некоторый инсайт к тому, что будут делать центральные банки в следующем году, и как эти действия повлияют на нас. Ну а прежде чем мы перейдем к сути, во-первых, хочу поздравить тебя с наступающим Новым Годом, а во-вторых, не забудь поставить лайк. Давай, как обычно, наберем около 3000 лайков. Это будет самой большой мотивацией для меня продолжать снимать видео. Большое спасибо за поддержку. Ну а сегодня мы поговорим о том, что Федеральная резервная система только что сделала со своими процентными ставками. Они также представили свои экономические прогнозы на следующий год, чтобы сказать нам, что, по их мнению, произойдет в 2023. Хочу предупредить сразу, что остальные центральные банки по всему миру говорят о том же, поэтому мы не будем разбирать их, а сосредоточимся только на США, так как то, что прогнозируют там, справедливое для остальных ЦБ по всему миру. Итак, первым делом, последний отчет по CPI оказался немного ниже, чем ожидалось, на отметке 7,1%. По этому графику очевидно, что последние несколько месяцев инфляция только падает. Америка, как и весь мир, переживала безумно высокую инфляцию какое-то время, но дело в том, что цены все еще растут. Цены не снижаются, они просто не растут так быстро, как раньше. Но мы уже видели это раньше. Мы видели это в начале года, когда Байден заявил, что инфляция составляет 0%, а затем она просто пошла вверх, увеличиваясь на 1% чуть ли не каждый месяц. Так что пока рано говорить о том, что в скорейшем времени инфляция закончится. Федеральная резервная система только что провела свою пресс-конференцию, и они подтвердили, что целых два отчета CPI подряд показывают, что инфляция снижается. Но это все еще 7,1%, что более чем в три раза превышает целевую инфляцию Федерального резерва в 2%. В своем экономическом прогнозе они также ожидают, что в 2023 году инфляция будет не более 5%, а в 2024 она будет не более 3%. Выходит, как минимум на протяжении двух лет ФРС США не сможет достичь своей инфляционной цели в 2%, а значит все эти годы она, возможно, будет продолжать политику ужесточения. Так что инфляция не вернется к 2% в 2023, как все надеялись. Кроме этого, ФРС США объявила, что собирается поднять процентные ставки на 0,5%, и поэтому теперь ставка составляет 4,5%. Некоторые люди надеялись, что поскольку за последние два месяца отчеты по CPI были ниже ожиданий, ФРС США будет поднимать ставки на 0,25%, а не на 0,5%. Люди также надеялись, что пиковая ставка Федеральной резервной системы тоже будет пересмотрена в сторону понижения. Но, к сожалению, ФРС США говорит, что следующая их цель это от 5 до 5,25% в 2023 году, что является 17-летним хаем для процентной ставки. При этом некоторые чиновники ФРС говорят, что если будет нужно, ставку могут повесить до 5,75%. Опять же, это то, о чем я говорю на своем канале весь этот год. В начале этого года в январе они сказали, что инфляция является временной. Затем сказали, что она больше не временная и что нужно поднимать процентные ставки. Тогда они прогнозировали поднятие процентных ставок только до 1%. Как мы видим, это обещание их не оправдалось, потому что процентная ставка уже больше 4%. И если они поднимут ставку от 5 до 5,75%, то мы столкнемся с серьезной рецессией. И я думаю, что это вполне возможно. Мы также можем столкнуться с самой настоящей депрессией, как только увидим, как некоторые вещи в финансовой системе начнут, скажем так, давать сбой. А сбой будет уже при ставке на уровне от 5 и выше процентов. Посмотри на этот график. Это график заявлений на банкротство компаниями в США. Как ты видишь, огромный пик приходится на 2009-2010 годы. Это была реакция на финансовый кризис 2008-го. И если мы посмотрим сейчас, то увидим, что количество банкротств самое низкое за последние 16 лет. По этому графику даже не скажешь, что вообще есть какая-то рецессия. Но исторически всегда наблюдалась большая задержка между массовыми банкротствами и повышениями процентной ставки. Эта задержка составляет около полугода. Меньше месяца назад ФРС подняла ставки до 4,5%. Соответственно, реакция на это будет где-то спустя полгода. Эффект мы увидим только с такой задержкой. Поэтому, собственно, этот график не похож на рецессию. Рецессия еще не случилась. Значит, мы еще толком и не видели этой рецессии. Даже несмотря на все эти массовые коллапсы цен на крипту или акции. Так что впереди вполне возможно будет еще волна банкротств зомби-компаний в США. И есть еще кое-что интересное и позитивное в этом. Что мы можем из этого извлечь? Какой урок мы можем выучить? О нем говорит Стэнли Дракен Миллер. Он ответил на вопрос, каким образом узнать о завершении рецессии. Рецессия заканчивается, когда индекс потребительских цен, CPI, будет ниже процентной ставки. Сейчас CPI, инфляция, около 7,1%, а процентная ставка 4,5%. Вот когда инфляция будет 4%, а процентная ставка, например, 5%, это уже и будет сигналом на завершение рецессии. И на разворот политики федеральной системы. Имей это в виду и наблюдай за этим. Сейчас многие люди, услышав, что рецессия еще не наступила, могут возразить. Посмотрите, да у нас уже был крах на рынках. S&P 500 на пике упал на 28%, NASDAQ на 30%, биткоин на 78%. И мы видим все больше и больше акций, которые терпят крах, но которые процветали еще несколько лет назад. Например, Tesla рухнула на 75%. Ее график выглядит, как будто какая-то схема памп и дамп на щиткоине. Но я думаю, что на это повлияло также и то, что глобальная элита преследует Илона Маска за то, что он делает. Но тем не менее, остальные технокомпании тоже сильно страдают. Так, например, Amazon стала первой компанией в истории, которая потеряла 1 триллион долларов капитализации. Это просто сумасшествие. Опять же, есть и некоторые другие экономические прогнозы, которые дала Федеральная резервная система. На их заседании они сказали, что думают, что рост ВВП в этом году будет только половину процента. В 2023 году точно такая же цифра прогноза. Но в 2024 и 2025, как мы видим, они ожидают ускорения роста экономики до 1,8% в год. Вообще, 0,5% роста ВВП за 2022 – это довольно много, учитывая текущую инфляцию. Но мы не должны забывать о реальном положении дел, потому что все эти показатели – это всего лишь цифры. Если же смотреть на реальный мир, то инфляция составляет 7,1%, а рост ВВП только 0,5%. Суммарно это больше похоже на минус 6,5%. В реальности, даже несмотря на рост зарплаты, зарплата сокращается. Такой вот парадокс. Да, возможно, на бумаге зарплаты растут, но цены растут гораздо быстрее. Сама система на самом деле настроена против нас. А в 2020-2021 они напечатали кучу денег. Кто получил их первыми? Банки получили их, хедж-фонды получили их, чтобы они могли использовать их еще до того, как мы испытали эту сумасшедшую инфляцию. Затем эти деньги переходят в бизнес и уже в последнюю очередь к работникам, которые потихоньку начинают получать большие зарплаты. И это довольно забавно. Когда фондовый рынок рос на 56%, когда рынок жилья поднимался на 40%, когда арендная плата и стоимость топлива стремительно росли, а наши продукты дорожали, они говорили, что это не проблема, потому что банки и Олл-стрит получали много напечатанных денег. Но теперь они боятся так называемой спирали зарплаты и цен. Они говорят, что в экономике слишком много рабочих мест. И на этом графике мы видим, что действительно безработица находится на таких уровнях, которых не видели за последние 50 лет. На таких низких уровнях, что важно. Кроме этого, их волнует быстрый рост зарплаты людей. Как мы видим на этом графике, это действительно происходит. Почему? Потому что они опасаются спирали зарплаты и цен. Когда рост заработной платы вызывает рост цен, который в свою очередь вызывает рост заработной платы. И так возникает бесконечная инфляционная спираль. Их же цель побороть инфляцию, как они говорят. Поэтому они вынуждены обрушить экономику. Звучит как какая-то шутка. Политики сейчас очень обеспокоены, потому что в экономике слишком много рабочих мест и зарплаты растут слишком сильно. Поэтому они хотят обрушить экономику, якобы для борьбы с инфляцией. А по факту только потому, что бедные и средние классы смеют богатеть. Довольно забавно, что они считают вполне нормальным, когда богатые получают больше выгоды от экономического бума. Но как только бедные и средние классы начинают получать немного от этого пирога, центральные банки сразу должны все разрушить. В начале года эти же центральные банкиры продавали свои акции. Ты это помнишь? Многие руководители компаний в декабре 2021 и январе 2022 продавали акции на рекордно высоких уровнях. В начале года все эти центральные банкиры продавали свои акции прямо на пике. Они зарабатывали до высокой инфляции, а затем, когда центральные банки собирались обрушить экономику и рынки, они все продали. И дожидаются теперь, когда розничные инвесторы начнут выходить из игры. Мы остаемся без выбора и продаем свои активы, а затем они приходят и скупают все эти активы за сущие копейки. Биткоин, например, не за 70 тысяч долларов, а за 14 тысяч долларов. Вот так система и построена против нас, против людей. Но если ты знаешь эту игру, если ты знаешь, как они играют в нее, ты тоже можешь воспользоваться этим. Теперь подойдем к вопросу, что произойдет в 2023 году. Как мне кажется, у нас никогда нет никаких гарантий, есть только вероятности. Давай их и рассмотрим. Сейчас мы видим много оптимизма, потому что Федеральная резервная система замедляет повышение процентных ставок. Но вспомни, что это еще не точка изменения их политики. ФРС США сказали нам, что даже сейчас, когда они подняли ставки до 4,5%, они не почувствовали эффекта. И поэтому, со слов Джерома Паула, они продолжат политику сокращения баланса и роста ставки. Мы уже говорили об этом, но действия ФРС в плане ставки всегда имеют запоздалый эффект. Около 6 месяцев лага. Поэтому я думаю, что мы почувствуем этот эффект уже в 2023 году. И когда мы начнем получать экономические данные, мы увидим, какой ущерб наносят эти высокие процентные ставки экономики, а также то, что происходит на рынке облигаций. Но я думаю, что мы все понимаем, что ФРС США не собирается разворачиваться в ближайшее время. Этот рождественский сезон, я думаю, будет одним из худших за последние десятилетия. Никакого ралли с Санта-Клауса мы так и не увидели. Но нас еще ждут отчеты о доходности в начале нового года. За 4 квартал 2022 и 1 квартал 2023 они могут оказаться совершенно ужасными, что, конечно, повлияет на рынки. Далее пробежимся немножко по графикам. Уровень личных сбережений США упал до 2%. Это даже ниже, чем во времена финансового кризиса 2008 года. Долги по кредитным картам в 2023 году станут астрономическими. Некоторые люди уже сейчас отдают 30% от своих доходов на уплату кредитов, что является абсолютным безумием. Мы также видим крах некоторых крупных финансовых институтов. Например, что происходит с Blackstone и розничными инвесторами, которые пытаются вывести свои деньги. А они достигли своих лимитов, поэтому просто не могут вывести свои деньги. Мы видели и криптовалютные компании, которые обанкротились. FTX, Terra Luna, Three Arrow Capital, Voyager и так далее. Но настоящий большой финансовый кризис – это крах одного из крупных хедж-фондов или одного из крупных банков. Этого еще не произошло. Помни, что в такой момент, как этот, нужно быть терпеливым. Рынок может быть иррациональным намного дольше, чем мы можем оставаться терпеливыми. Поэтому я жду, во-первых, когда S&P 500 упадет на 35%, исторически в медвежьих рынках он падал именно настолько, а не на 25%, как сейчас. Я жду, когда процентные ставки и инфляция сравняются. Дракен Миллер говорит, что именно это и будет сигналом к развороту. Но если ты все-таки хочешь начать вкладывать некоторые деньги сейчас, то вкладывай небольшую сумму каждый месяц в биткоин. Например, 100 долларов в месяц. Не обращай внимания на курс, но это не финансовый совет. Это лишь моя стратегия. Покупка в нужное время всегда может принести большие захватывающие прибыли. Ну а нужное время – это как раз-таки суровый медвежь рынок. Меня зовут Богатич, иди увидимся в новых видео в новом году. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok